Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Мы сейчас находимся в теплице с перцами. И я сейчас вам расскажу, в каких случаях никакие народные средства уже не помогут. Нужно обязательно брать эффективное средство от паутиного клеща и срочно обрабатывать посадки. Не далее, как вчера я вам рассказывала о том, что в теплице с томатами я буду делать профилактические обработки от паутиного клеща, то с перцами я сейчас буду делать именно обработки, которые будут убивать клеща, которые у меня здесь присутствуют уже 100%. Паутинный клещ на перцах завелся еще в той теплице, где перец сидел в рассаде. И вот сейчас я еще не докончив рассаживать, некоторые еще в лоточках стоят, буду делать полную обработку. Почему? Потому что если паутинный клещ, уже явные признаки его есть, затягивать время нельзя, я уже говорила, это очень коварное такое насекомое, потом избавиться будет сложно. Вот смотрите, я вам сейчас расскажу, как узнать, как обнаружить паутинного клеща. Вот я принесла, конечно, тот контейнер, в котором завелся клещ в теплице, я убрала, я высаживать не буду, но я занесла одно растение, чтобы показать вам, до какой степени может погубить растение паутинный клещ за короткий срок. В той теплице, где стояли вот эти перцы, там было жарко, было тесно, когда жарко и сухо, для паутинного клеща прекрасные, комфортные условия. И если вы видите, вот такие вот, я не знаю, передает камера или нет, листья, как бы, желтые, вот крошечные пятнышки, и некоторые иногда думают, что это болезнь, что он засыхает, он хереет. Нет, это паутинный клещ. Если вы перевернете на обратную сторону листа, я вот даже принесла лупу. У кого есть лупа, возьмите лупу, если вам интересно, переверните лист, я вот не могу, сейчас рука одна, и рассмотрите, если вы вот так вот поскребете, вы, возможно, даже увидите насекомое, или увидите отходы жизнедеятельности его, ну, мне, например, его я даже искать не буду, я вижу, что вот эти вот, желтые, высосанные такие фрагменты, это паутинный клещ. Он прокалывает лист, высасывает сок, и в этом месте лист желтеет. Отъела это двуехвостка, это не паутинный клещ, а клещ поработал, оставила вот эти желтые пятна. Как только вы увидите вот такие вот именно точечные, локальные пожелтения, это значит, у вас на перце или на огурцах точно так же, на огуречных листьях еще лучше видно. Огуречные листья, они сочные, вот эти желтые точечки сразу нужно обрабатывать. Но про обработку сейчас скажу вам, что не всякие средства убивают паутинного клеща. Средств от клещей очень мало. Я вчера быстренько отправила, сноху попросила, чтобы она мне съездила, написала список, я знаю, что есть фитоверм, но фитоверм это биопрепарат, и вот мне, конечно, придется часы обрабатывать, но фитовермом нужно обрабатывать три раза, каждый, вот два дня прошло, у него же три дня всего, срок ожидания, и все, он как более слабее. Два дня прошло, на третий я должна еще раз обработать, потом еще два дня пройдет, на третий день еще раз обработать. Вот три раза мне придется опрыскивать всю теплицу, я хотела купить октелик, вот дала я список, смотрите, октелик, октофит, октору вычеркнула, и фитоверм на крайний случай много, потому что повторять же нужно. Октофита не было, октелика не было, ей дали октору, и все, заменили. И человек, который не понимает, ну как, сильно не разбирается, он будет обрабатывать этой окторой, здесь написано, три там щитовки, колорадский жук, но он не убивает, октора этот препарат, он не убивает паутинного клеща, и никакие другие препараты, ни искра, ни молния, которые убивают гусениц, колорадских жуков, она на паутинного клеща не действует, нет, только октелик, только фитоверм или октофит, еще какой-то есть, не помню. Но фитоверм вот самый доступный, но им трехразовое применение. Поэтому, когда вы решите обработать от паутинного клеща вот эти посадки, я вот не знаю, все они заражены, успели расползти с этих клещей или нет, в этом случае нужно обрабатывать все. Вот тут уже молодая зависть, высосет клещ все листики, вот эти я принесла тоже сюда высадить, такие зеленые, такие сочные, если клещ есть, он погубит все посадки, обрабатывать обязательно. И вот я вам сказала именно про выбор препарата, что не всякий препарат, на котором написано, что комплексно уничтожает всех, нет. Покупайте только тот, на котором есть именно словами, что паутинный клещ. Вот здесь я сейчас вам найду. Так. Вот здесь есть паутинный клещ в таблице на фитоверме. И для паутинного клеща разводится самая-самая сильная концентрация. Вот здесь 2 миллилитра всего лишь, а тут написано, что 10 миллилитров нужно на 1 литр воды. Вот таких нужно 5 упаковок на литр, только тогда ваш паутинный клещ погибнет. Вот это все, что я хотела сказать, что если у вас, например, на огурцах или на перцах, вот эти белые пятнышки вы увидите, если вы даже не сможете там расковырять, найти этого паутинного клеща, это явно, что если вот такие, как вкрапления желтые, ни от чего они не могут быть, только от паутинного клеща. Это значит, паутинный клещ уже завелся, никакие нечесночные опрыскивания для отпугивания, как я вчера говорила, в теплице, в томатной. Там, да, пока нет, все это можно, но если только увидите первый признак, срочно обрабатывайте вот этими препаратами, или фитовермом, или еще каким-то, сейчас скажу вам слово, которое я выговорить не могу, должен быть обязательно инсектоакарицид. Не просто инсектицид, как мы вот всегда берем, а именно инсектоакарицид. Именно вот это средство нужно спрашивать в магазинах, в садовых, инсектоакарицид. И когда вам будут давать Актору или какую-то другую, ну, другое название, вы спросите, является ли это средство инсектоакарицидом? Убивает ли оно именно паутинного клеща? Просто мне жалко людей, которые будут обрабатывать, надеяться на то, что клеща уже нет, а время будет упущено, он распространится еще больше, и потом, ну, результат будет плачевный. Выбор средства, это очень важно. Очень серьезно подойдите к этому, не обрабатывайте, чем попало, именно от паутинного клеща. Потому что в прошлом году у нас вот паутинный клещ развелся у меня в конце лета на участке, даже томаты все высосал из листьев, но он уже поздно, он не повредил, уже плоды были, но даже все листья, вот эти были в таких пятнышках, засохли, опали. Паутинный клещ, это очень опасное насекомое, и народные средства, вот в таких случаях, уже как мертвому припарку. Все.